Да, привет, друзья! Вы даже представиться не можете, кто у меня в гостях сегодня. Но сначала я покажу вам одну штуку. Вот это вот, вот это вот, Творческий союз художников России. И вот эту штуку мне выдал в своё время Константин Петров. И вот видите, сколько там печатей. Это было столько лет назад, это кошмар. Да, он художник, причём не простой художник. Народный художник России. Ну ты расскажи сначала, кто ты такой, потому что у нас же школа человек будущего, Homo futurus. Я всех знакомлю с тобой сейчас. Это наш известнейший, известнейший профессор. Расскажи, кто ты, гостя. Человек художник. Ну я знаю, ты скромный. Две руки, две ноги, голова одна, как у всех. Нет, ну понятно, ну ты свои статусы своего, что ты народный художник, потом... Это для надгробной доски, Хосе. Слушай, ну это же тоже важно. Это же тоже важно. Я видел, что удостоверение показал. Это удостоверение, что ты член Творческого союза художников России. Ну да. Большой общественной организации, объединяющей более 15 тысяч художников нашей необъятной Родины. Вот, 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 вот. Ну там же ещё есть на английском написано, что я могу, если я бы мог сейчас поехать куда-то на выставку в Италию, меня бы пустили бесплатно. Пустили бы, да. Ну ты скажи, вот, ты ещё там с Президиумом Искусства, что у тебя там вот это вот, у Церетели там, Академия Художеств? Академия? Ну если нужны какие-то бюрократические... Бюрократические, скажи, скажи. Моменты, то я народный художник России. Да, давай. Академик и член Президиума Российской Академии Художеств и вице-президент Творческого Союза Художников России. Вот, 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 вот. И что бы... Профессор двух институтов Суриковской и Строгановки. Вот, 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 чтобы все наши участники школы... Не, ну кроме всего проще, я действующий художник всё время рисую, пишу. Ну так в том-то и дело вы посмотрите... Я участвую в многих групповых выставках, персональные выставки делаю в Москве, по другим городам России. Мало того, помогает художникам, вот, мне же он помог, да, и вот, вы знаете, что я вам хочу сказать? Недавно я в Инстаграме смотрел у Костина Петрова. У меня свой Инстаграм есть, не очень раскручен, но такой обычный. Толку от него никакого, так же, как от Фейсбука, от Инстаграма. Да, но меня поразило, как здорово он там в этом Инстаграме рассказывал, как в Испании, когда он был у Веласкеса в музее, там, или ещё у кого-то, и рассказывал про их, про философию этих художников. Ну, Веласкес – это гений, поэтому надо немножко отождествлять себя, где мы, а где гении. Ну, мы здесь как раз, на юго-западе, на юго-западе. Обычные, что-то там скрябаем, так, по мере силы возможности, кисточками, а гении, вот они висят в музеях. А мы здесь вот как раз на юго-западе, вот у меня друг мой сидел, у меня, когда я на Таганке в центре был, у себя там работал, Зорин приехал ко мне, друг сидел, ему кто-то позвонил. А чем сейчас доктор Алиев наш занимается? А Зорин сидел, чай пил у меня на кухне. За хлебом пошёл, говорит, ну, видишь, как приземляет, да, приземляет, и ты сейчас приземляешься. – Знаешь, я даже, осмелюсь занять, что, наверное, и Гагарин, и Леонов, и Терешкова за хлебушком ходили. И ничего с ними не происходило. – Да, ничего не происходило. – И рыбку ловили там на удочку. – Ну, я сейчас хочу сказать, что сейчас произойдёт. Дело в том, что, оказывается, наш Константин Петров… – Допишу, как раз, можно в WhatsApp, там, служебную записочку на завтра по Союзу художников. Но я не выходя из эфира, я прошу прощения. – Да, да, ну, он всё время, да. – Документы оборот некоторые здесь. – Да, и мне, кстати, выпишешь вот этот вот, как это у вас называется, грамоту такую. – Медали, да. – Медали. – Ну, отправление проведём тебе всё, потому что мы как-то… – Да, я вам всё покажу, друзья, что я заслужил за свою живопись. У меня же хорошая картина. – Хасай Магомедович, много чего заслужил. – Ну, скажи вот, чтобы все знали, что я хорошо рисую. Ну, то есть, неплохо рисую. – Да нормально, почти гениально. – Да ладно. – Хасай, твои родители могут в том мире пребывать спокойно, природа на тебе не отдохнула. – Да, вот скажи, можешь так нарисовать, чтобы все рисовали хорошо? – А зачем? – Которые ни разу не пробовали. У тебя же ты проводишь какие-то мастер-классы? – Мастер-классы провожу. – Ну, расскажи про свой мастер-класс. Вдруг кто-то захочет… – Ну, друзья, мастер-классы я провожу в основном реально у себя в мастерской. У меня мастерская находится практически в центре Москвы. Это метро «Динамо», улица Верхняя Масловка. Там знаменитый городок художников, который остался Московскому союзу художников ещё от товарища Иосифа Васильевича Сталина. – Ты посмотри. – Если кто-то такого помнит. – Слушай, а ты можешь пригласить, кто хочет, чтобы туда? – Вот поэтому у меня дом 29-го года постройки. – Так. – Там работали… Висит мемориальная доска на доме. Работали многие мастера, известнейшие российского изобразительного искусства. Там Татлин, потом Грабарь Игорь Мануилович, первый ректор Суриковского института. Да, другие художники знаменитые. – И вот кто захочет и пойдёт. – У меня там на втором этаже мастерская, конечно, не хоромы, но тем не менее… – Ну, я занимаюсь… Я художник академического плана, пишу достаточно реалистические картины, натюрморты, пейзажи, портреты… – В отличие от меня. – Поэтому, естественно, я обучаю по классической системе. – Жёсткая академическая школа. – Да. – От простого к сложному. – Да, вот представь себе… – Готовлю институты, училища, колледжи, ну и занятия для души, естественно. – Да. – Да, я сейчас пока выключу… – Да, давай. – Да, представь себе, если бы ты проводил мастер-класс… – Да. – …а я бы в зуме туда вышел и в этот самый момент… – Я думаю, это было бы гениально, красави. – Показал бы, как раскрепощаться и за пять минут все желающие, которым ты будешь показывать, как надо учиться рисовать… – Да, да. – …кто первый раз в жизни взял кисточку, как краски размешивать, а я бы взял им показывать… – Не вижу никаких проблем. Главное – желание человека начать. В нашем деле в изобразительное искусство затащить нельзя. – Как это интересно. – Даже если мама с папой считают, что у них родился гениальный ребёнок, но это личное дело каждых родителей, привели за руку и говорят там, Ваня или Маша, ты гениально будешь рисовать у художника. Друзья мои, я вас уверяю, ничего не выйдет. Ваня или Маша, или Петя, или Коля, или Оля, или кто там ещё, или Шамиль, должны любить это дело, должно нравиться. – Слушай, а мы каждый из нас творец. Я же не будучи художником, стал художником. – Но ты любишь это дело. Если бы ты не любил… – Так я же не знал, что я люблю. Я просто раскрепостился, я делал это упражнение ключевое, мечтал, что вдруг я могу быть художником, и вдруг блок пропал. – Нет, изначально тебе нравится подходить к мольберту? – Теперь нравится. – Брать кисти, выдавливать краски, что-то пытаться изобразить на холсте, что-то красивое. – Я что хочу сказать. – Это любовь, Хасай. Без неё ничего невозможно. – Я же этого не знал, что у меня это и есть гармония, чувство гармонии. И мне кажется, что у всех есть чувство… – Господь тебя сподобил, маму. – Я тебе ещё раз хочу сказать. Я бы мог там в мастер-классе в зуме у тебя показать приёмы раскрепощения за 5-10 минут. И каждый человек, который думает, что он не может рисовать, вдруг открыл бы у себя творца. – Вполне может быть, конечно. – Это же и есть главное. – Я всеми конечностями за. – Это же и есть главное. Ты скажи, что надо сделать, чтобы к тебе туда попасть. Записаться, позвонить. – Я хочу прийти. Я есть в Инстаграме. Арт, нижнее подчёркивание, подчёркивание, Гиллери. – Да. – Нижнее подчёркивание Петров. Мой Инстаграм. – Да, ещё. – Телефон мой есть. Я есть на этот самый, в сетях есть, как вот в Инстаграме, есть в Фейсбуке. И официальный сайт Российской Академии Художеств. Открывайте раздел «Президиум». Там есть мой телефон. – Да. – Ватсап действующий. – Да. – Телефон 8-985-291-09-45. Работает Ватсап. – Да. – Телеграмм на этом же телефоне. Пожалуйста, всё можно записаться, договориться. – Да, это очень важно. Он скромный человек. Понятно. – Всё есть. – Понятное дело. – Поэтому с большим удовольствием всё можно обсудить. – Краску эту. Краску тушил, как из тюбика краска. – Хасай, дорогой, любимый. На весь мир дал свой телефон. – Ну, правильно сделаю. – Конечно. – Пусть учатся. – Поэтому я хотел сказать, что Джо Байден, не надо скромничать. Приезжай учиться ко мне рисовать. – Да. – Нефиг ерундой заниматься. – Да. – Ещё раз хочу подчеркнуть. Вот этот синтез наш профессионального подхода с творческим подходом. Человека-профессионала-художника, а поскольку я думаю, что мы все творцы… – Да. – Ты же согласен с этим? – Конечно. – Просто многие люди не знают, как Рахман Шахалеев говорил, художник, один из лучших цветников Москвы, по крайней мере в десятке лучших был. И он говорил, возьми кисточку, нарисуй солнышко, и вдруг откроется, что ты художник. Ты же не пробовал, говорит, никогда. У людей, у многих есть такое ощущение, я не художник, я не композитор, я не шахматист, я не штангист, я не министр, не таксист. – Да. – Один раз попробуешь, оказывается, у тебя есть эти таланты. А я как раз… – Один раз попробуешь министром быть, понравится, я вас уверяю. – Да, да. – Второй, третий, двадцать пятый раз захочешь. – А я как раз учу раскрепощению, чтобы человек каждый мог. – Да, да. – Ну, слушайте, интересные дела. – Нет, друзья мои, сколько существует человечества, столько человек берет в руки средства изобразительного материала. – Я ездил искал на скальное изображение. – Пожалуйста, люди еще плохо говорили. – Они солнышко расставали, да. – В пещерах Теселина, Анжера, в Марокко. Понимаете, люди на бизонов, на мамонтов охотились, изображали все это на стенах. Вам спрашивается вопрос, зачем? Значит, у них была потребность души изобразить тот мир, который они тогда вокруг себя видели. Понимаете, это творение Божье. – Да, и вот есть самореализация, когда человек пишет, как графомат, чего ему хочется писать, и чем самореализуется. А есть озарение по заказу. Когда вот, как наш Константин Петров, когда пишет картину реалистическую. – Ну, не совсем. Ну, короче, сложно сказать, какую я пишу. Все можно посмотреть на сайте Академии Художеств, в Инстаграме. На моем Инстаграме там больше 50 работ представлено. – Мы благодарим Константину за приглашение. – Все можно увидеть. – Ну, что, сделаем мастер-класс, да? – Да я бы, пожалуйста, лишь бы народ захотел. – В зуме сделаем. Да народ захочет, конечно, кто не хочет попробовать. – Ну, еще раз я, друзья мои, будущие гениальные и талантливые художники России и мира, еще раз говорю, что я все-таки предпочитаю больше реальной мастерской заниматься. 4-5 человек у меня спокойно могут расположиться. Есть мольберты, краски там, все. – А сколько часов там у тебя? – Ну, я думаю, 3 часа более-менее. Я сам рисую все. Также, естественно, кто со мной рядом рисует, смотрит, как я пишу рядом на мольберте в двух метрах, да? Вот. К сожалению, у меня мастерская не 500 квадратных метров, поменьше. Поэтому, ну, 4-5 человек комфортно могу разместить. Есть мольберты, там, краски, все готово. – Слушай, а я им зумею там. – Много старинных вещей, барахла, из которых красивых, из которых можно натюрморты сделать, цветы. Атмосфера творческая. Чай, кофе, музыка. – А еще с собой холсты принесли и краски, или что? – Ну, в принципе, да. Какой-то минимум я могу дать, например, мольберты, халаты, тряпки, воду, кисточки. Но, в принципе, художник… – Ну, у тебя сейчас с маслом или… – Да кто чем? Гуашь, масло. Но, в принципе, у каждого художника какой-то свой набор инструментов, как у каждого хирурга свои скальпели. – Короче, звоните Константину в Инстаграме. – Пишите, телеграфируйте. – Да, и пароль назовите, что вы… – Из Новой Зеландии, друзья, можно телеграмму мне прислать. – Да. – Да, я английским трохи владею, могу. – Молодец, но ты же владеешь, конечно. Откуда хотите, хоть из Китая. – Да. – В Китае я много раз проводил много мастер-классов. – Последний мастер-класс в Китае у меня был в городе Герой Сиань. Это было 25 декабря 2019 года, подчеркну. Еще ни о чем вот этой херне, в которой мы полтора года живем, мы еще не слышали. – Художник. – Свободный художник. – Свободный художник. – И в Сиане я проводил в Академии Хурсиане мастер-класс. Было всего-навсего 300 человек, немного. – Свободный художник. Я тебе скажу, Костя, по моей философии, почему власть боится свободного художника. – Да. – Потому что свободный художник подчиняется высшей власти, чувству гармонии и поиску истины. – Власть должна понять, что ей выгодно дружить с свободным художником. – Конечно, но она не набралась для этого понимания. – Понимания не набралась. – Почему не набралась? Очень набралась. Был гениальный художник Веласкес, который был живописцем короля Испании Филиппа IV, король солнца и так далее. Он жил при дворе, был придворным художником, жил на полном гособеспечении. У него были свои апартаменты. Вот знаменитая картина «Менины», он писал все это и так далее. Он был полностью всем обеспечен материалами художественными. Естественно, питался с королевской кухни, королевский портной его обшивал и так далее. И вот Филипп IV к нему приходил в зало, где писал Веласкес, и наблюдал. И когда, например, у Веласкеса падали кисти или краски, то король Испании ему поднимал тряпки и кисти подавал. Король Испании художнику. Так подожди, но так это был настоящий король, это был настоящий аристократический мысли. Я хочу сказать, не просто настоящий король, а помазанник божий. Короли венчались на царство. Ну извини меня, но это же разные вещи. Так что вот так вот. И то же самое у Тициана. Тициан был придворным художником у папы этого короля Филиппа IV, у Филиппа III. То же самое. Филипп III наблюдал, как гениальный Тициан пишет. И когда у Тициана что-то падало с палитры, он ему подавал король в белых перчатках, понимаете, за баснословные деньги, каких-то фантастических там бархатах из Китая, из Индии, которых там по три года везли в Европу. Подавал Тициану Эвеласксу грязной тряпки. Это какой уровень культуры у монарха, который настолько ценил вот живописную культуру и как завороженный смотрит, как художник творит. Поэтому наша школа, я вам сейчас скажу по секрету, друзья. Она призвана для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете, сократить потребность лекарств. И вот эту эпохальную, эпопейную бифуркацию, когда мы переходим в неизвестность, и когда нами начинают руководить у всех, у кого и крыша поехала, и не поехала, и хорошие руководители, и плохие руководители. Наша школа должна осуществить окно в будущее, развивать у людей творчество. Делать вас творцами прекрасного. Творцами, да. Творцами, да. И в первую очередь самих себя. Конечно, конечно, кто станет художником, кто станет поэтом, кто станет музыкантом, кто станет штангистом. Каждый может стать художником. Каждый может выбрать себе то, что ему нравится, и не попробовав это сделать, невозможно. Я рекомендую как психофизиолог, врач психолог-философ рекомендую попробовать. Не понравиться, не понравиться? Да, но после того, как вы раскрепоститесь, это вот мы же приёмы саморегуляции и ключ для раскрепощения, для снятия блоков ума и зажимов тела. И потом вот посмотрим, как вы кисточку возьмёте и что у вас получится. Я думаю, при поддержке гениального Хасаи Магомедовича Алиева, вы все обречены на успех. Да, 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 сто процентов, как говорят рекламщики. Они всегда говорят, сто процентов. Рекламщики-пошляки, они ничего не создают. Одно словоблудие. А художники создают материальные ценности. Картина – это материальная ценность, которая через 50 лет становится антикваром. Музыкальное произведение, песня, да, особенно сейчас попса, где там 5 минут без трусов на сцене попела и 10 миллионов это получил и так далее. Но это ничего, на следующий день эту попсу забыли. Забыли, конечно. Да, а картина, она остаётся в доме, в семье или в каком-то учреждении. Она переходит детям, внукам и правнукам. Во-первых, когда ты рисуешь, ты снимаешь стресс, а во-вторых, завтра сможешь то, что ты нарисовал, и это тебе точка опоры. Ты думаешь, господи, я такое мог сделать. Да что мне по сравнению с этими проблемами? И у тебя есть силы для их решения. Через 50 лет, я вернусь к теме, через 50 лет, любое произведение искусства, даже подчеркушка на бумажке, на салфетке в столовой, становится антикваром. Есть закон о бытике вряд ли международной, Российской Федерации и так далее. Короче, уговорили. Уговорили меня, я тоже приду к тебе на мастер-класс, но я буду показывать. Ко мне зачем? Ты сам гениально рисуешь, Хасан. Я буду мне этот ключ показывать. Он такая девушка за нами наблюдает, а вражительная. Она за глазами Вселенной, она за нами смотрит, за наш выбор человеческий. Человеческий выбор только один. Быть человеком или не быть. А человеком быть может только, когда ты творец. Потому что кто не созидает, тот разрушает. До встречи, друзья. С Богом! Всем здоровья и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok